всем привет всем доброе утро ребята мы на черноморском берегу вот это кайф вчера заехали в кеппинг втором мы стояли в октябре от того года нам здесь очень понравилось здесь короче мы тогда были вообще одни потому что был уже не сезон а сейчас так как бы сезон здесь есть люди не так много конечно но тем не менее наши зрители есть два экипажа стоят на караванах и самый кайф заключается в том какой здесь вид у меня уже все вышли из машины смотрите я покажу вам из окошка варить какая красота он там настенка с мирошкой уже ходят вай вот это да а море черное но в черное старыми у него себе блин ну классно конечно вообще вот так вот стоять прям берегу моря это невероятно как лёва ракушки в общем ребятки погнали в новый выпуск нам сегодня нужно доехать до границы с грузии пройти границу скорее всего купить опять-то миллион страховок на машину короче все это сегодня в новом выпуске ставьте лайкосики пишите комментарии погнали вместе нами так что там и ручка короче понял какие-то опять проблемы но я сказал черное море черного цвета я знал да цвету моря но сейчас подойдем обязательно сейчас чуть попозже с от проснуться сначала да да ну ладно сейчас посмотрим даме рожки поиграть начать нашла не ровно я тоже нашел не кемпинг клевый да здесь вроде трассы но и вообще не слышно вот у нас здесь сразу видите туалет и душевые сливные зона столика где можно посидеть по поесть да про и мы стояли в том году вот тут вот прямо за берегу розетка сразу у нас тут тихо мирошка тихо 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 так что еще вам сразу показать сходу вот видите вот так он выглядит он там вот дальше бог здесь стиральная машина горячий душ там же есть аквапарк не знаю надо посмотреть подключена не подключена вот так вот уютно хорошо прикольно зеленая трава черный песок черное море блин просто потрясающая атмосфера обстановка осенью мы прокатились по горной части дагестана мы отсняли несколько выпусков которые очень крутые вы обязательных посмотрите в плейлисте дагестан мы посетили горную часть и весь наш маршрут весь наш опыт мы упаковали в наш авторский гайд который стоит всего лишь 490 рублей вы его приобретаете изучаете берете собой там в гайде прям нажимаете на кнопочку весь маршрут все локации прогружаются сразу же вам в навигатор вы начинаете просто ехать там есть советы рекомендации туристические нетуристические места также там есть проверенные нами кафе и рестораны есть парковки на которых вы сможете переночевать а если вы также ванлафом даже есть места где можно помыться в горячем душе в общем ребятки ссылка на наш гайд есть в описании к этому видеоролику пишите приобретайте и путешествуйте у нас сегодня на самом деле такой жесткий тайминг время 10 час мы хотим до обеда успеть выехать потому что ехать нам пять с половиной часов примерно до границы это граница с арпи опа вот и естественно куча куча дел вообще в таких знаете мелких бытовых даже как минимум там мирошки ногти подстричь да и всем вообще не мешало у нас стать очень классно вылезает сюда коляска на ночь что ее не нужно переставлять салон вперед да это очень хорошо если такие поэтон потайные блин ящик с утра еще не проснулся здесь косметичка чикс сейчас достанем щипчики мипчики и пойдем стричь так у нас готовится яичница главное чтоб мирошка песок не сыпанул и не оставил нас всех без этого так сейчас достану умер что и пожалуйста яйки готовы и теперь дело за кофе очкам парить как у нас прикольно все выглядит колбаска яишко помидорка самое важное посмотрите все это с каким видом мы будем сейчас завтракать ребята блин вот реально черное море она вообще вот реально черное море вот так вот выглядит вот так штормит вот прям знаете отрезки контраст видишь когда приезжаешь со средиземки либо с и гейки на черное да 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 вот почти прожили на земка океан а сейчас черное любимое да в любом случае самое что интересно помню брательник тоже много путешествовал он приезжал когда из долгих путешествий согрел да ну я даже волгу купаться не пойду до черное море да ну вот а мы его не понимали а сейчас как бы ты понимаешь что ты долго живешь в контракте другого прозрачного моря почти никогда не штормящего даже если штормит то все равно чистое а тут вроде то и шторм то небольшой но поднимает муть но видимо здесь еще из-за черного песка дно тоже песчаная поэтому вот такая вот история наверное так ладно ребятки нам приятного аппетита наконец-то закипело кофе сколько я его ждал вам все никак и никак ветер такой сильный и нам помогла крышка от нашего но вот этого ящика я так поставил перегородку от ветра и вот кое-как закипело как утро без кофе а вот так утро без кофе мы пока занимаемся бытовыми всякими моментами я работаю настенка ушла с пирожки еще надо посуду помыть я вам сейчас включу кадры с воздух и покажу здесь красиво надеюсь дрон никуда не улетит потому что ветер конкретный дрон никуда не улетит а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эх, хотели мы покупаться в Черном море По приезду к Черному морю Но, увы, нет Поэтому Настенка вон с Мирошкой Отдыхает У меня тут пока грузится всякая история Буду заниматься бытовыми вещами Пойду туалет ополосну Поменяю все здесь воды Чтоб можно было чистенькими отправляться в путь Мы, кстати, промываем обычным доместосом А заливаем в нижний бак Вот такое вот средство Покупали его в Турции В магазине для яхт А верхний бачок бросаем Вот такую вот херовину Чисто по приколу Вот она, валаферская жизнь, да, Настена? В душ сходила, поела Все же хорошо, да? Вот так вот Ну, и вообще красота Дети здесь с турецкими Детьми футбик рубятся Короче, все как надо Ну, я вот все жду, когда море успокоится Оно не успокаивается Поэтому приходится пока только работать Мы, кстати, тут уже, видите, все собрали Все, на низком старте, как говорится Пару движений еще сделаем И все, летс гоу Мальчишек, мяч поддулся Они его накачивают все Мирошка помощник такой Мирош, ты помощник, Мироша? Мирон? Мирон? Ку-ку! Ты помощник? Поставили все ворота, да? И... А, ты помогаешь Артему? И пинать мальчишками мяч Пас, 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 Артем Я не знаю, как это работает Но вся детвора снова у нас тусуется Почему так? Почему наши дети никуда не идут? А все дети кемпинга идут к нам Причем неважно вообще Разговаривают Они, ну, в смысле, на русском или на турецком Вот, Артем, видите, по инглишу Объясняет, он переводит Короче, язык жестов еще дополнительно И прям... Артем объясняет, он говорит, там, сестра А, типа, пусть девочка Тебе сестра твоя Тойгет от стула Потому что им мяч в лоб Представляешь, как они друг друга поднимали? Давай, сестра! Ай, да, и она отошла, смотри Он не перевел на завесском, она отошла Да-да-да-да Теперь пожары лесные Все горит Все переживают за нас Мы, как всегда, вовремя Вовремя уезжаем Ой, прикол Ладно, обедаем Еще пару вопросов буду решать У меня что-то все так долго согласовывается И будем выдвигаться Мы уже, короче, не укладываемся в наш тайминг А теперь мальчишкам присоединились все взрослые парни И они там носятся вообще ржут Во всю В общем, они у нас как проснулись с самого утра Вот они тут все бегают в футбол Наши не социализированные дети Так легко находят общий язык Даже с людьми, которые разговаривают на любом языке Мы собрались Можно смело выезжать Осталось только там на выезде кемпинга Набрать воду Потому что у них подводок нет Вообще кемпинг такой, знаете, больше под палаточную жизнь Подходит Вот, ну, в принципе, как говорится Нам хватает Так, все, детей загружаем Поехали набирать водичку Там вот наши зрители в большом автодоме стоят Нам тоже сказать им До свидания Опа Короче Единственное, что я забыл сделать Это помыть Стекло от этих мошек Ну ладно, будем заезжать на заправку Я думаю, там и надо будет еще поработать Потому что я не все вопросы решил И, соответственно, помоем машину, наверное И... А то грязно, говорят, не пропускают Ага Так, вот наши зрители Сейчас мы им скажем тоже до свидания Говорится Так, вот тут вот Ой-ой-ой-ой Опа Но Где они тут? Тут, не тут? Нет никого, да? А я и вас Что-то никого нету Вы там, не там? Спите, не спите? Походу спят Заснул, да? Ааа, мы кричим, кричим Такая здесь система Набирать Подводок нету Слышно Хорошо Ну вот знакомый, который утром уехал Он уже прошел нормально А, прошел нормально? Вот Ну, с аркой Ага Понял Ну все Выезжаем С этого места Мирошки нам книжечку подарили на русском языке А, да, читает? Да Во, Миросички, да, подарили? Ой-ой-ой-ой-ой-ой Здорово Вот такие у нас классные зрители Все, мы выдвигаемся Сейчас по пути Еще надо маршрут построить Куда вообще ехать Едем мы до Сарпи 428 километров По Черноморскому берегу будем ехать Вот Пишет, что В 10-м часу мы туда приедем Но я думаю, попозже Потому что У нас еще Мойка машина обязательно нужна Поэтому посмотрим, как оно будет. Ну и плюс это не просто автомагистраль, а это через города, светофоры и так далее. Это город Унье называется или Унье. Посмотрите, какой здесь пляж прикольный. Огромный, широкий, фонтанчики, красивая очень набережная. Кстати, вообще вот в этих вот городочках на Черноморском берегу очень красивые набережные. Мы еще в том году на это обращали внимание. Всякие скейт-парки, пикниковые зоны. Прям вот очень здорово все сделано. Классика. Ну, по возможности сейчас в выпусках буду вам показывать каждый городочек. В том году, когда мыли машину, стоило все это дело по 4 лиры за воду и за пену. Сейчас надо обязательно помыть. Просто ужас. Опа! Хоть немножечко сбить эту грязь шестимесячную. Ух! Помыл, управился за 20 лир, представляете? Ну, не прям вау качественно, но пыль шестимесячную я сбил. Все. Теперь... Ой, просто... Теперь поехали. Вот едем и кайфуем вообще от этих видов. Посмотрите, вот там море, там чуть ниже пляжи. Здесь набережная красивая, все зелено. Никакой застройки, ничего нет. Все общедоступно. Блин, почему такого у нас нет? Вот я реально не понимаю. Почему у нас первая линия всегда застроена? Здесь вот удобство все для людей, дальше дорога и дальше уже постройки. Вот я считаю, что вот так правильно и красиво. Как считаете вы? Напишите в комментариях. Вот мы едем и я думаю, знаете что, вот это вот прям родная природа. Вот эти зеленые горы, вот эти вот деревья, родненькие. Их же нету на Средиземном берегу, там природа совершенно другая. Вот эти скалы больше, да, лысые. А здесь вот прям, прям вот, ах, хочется все пощупать и пощупать. Здорово. Да, вот здесь надо путешествовать по всяким этим рекам, каньонам, водопадам, озерам. А видите, как красиво. Пышные красоты лета, да? Горного массива. Вот еще на Черноморском берегу двигаешься и вот сплошные туннели. Маленькие, большие. Это нет, это шестой или седьмой уже, Артём. Вот это 3,3 300, по-моему, с чем-то. Был 3,800 туннель уже, да. Но здесь туннели все клевые, ну, в плане сделанные, видите, по всем стандартным. Заехали, заправились. 2,200 лир. Этого нам должно как раз вводить уже, перейти границу и заправиться уже в Грузию. По-моему, там подешевле будет топливо. А еще хотел показать. Здесь везде вот такой Экмек. То есть, если на юге народный Экмек, помните, мы все время показывали, то здесь вот такой огромный и круглый. Интересно, да, как бывает? Что-то едем в какие-то просто мега тучи. Да уж. Но зато зелено. Так, лукойлик. Мы уже заправились, нам это не надо. Осталось только шавухи поесть местный. И будет хорошо перед выездом. Остановились мы в каком-то городке. Не знаю, как называется. Пойдем вот в это вот заведение. У них там ценники прикольные. Типа Донер по 70. Даже если какой-то Донер по 60. Не по 150 как везде. Короче, нашли мы нормальные цены на еду. Значит, значит, еде быть. Ну вот, взяли 4 комбо-набора. Это все дело нам обошлось на 310 лир. Вот мы вчера искали. Везде он по 150 лир. А тут мы всей семьей сейчас полопаем. Объедимся как следует. Классно же еще и наборчики. Чуть-чуть кайранчик. Кайранчик напоследочек попить. Когда теперь будем пить? А, неизвестно. Ладно, все. Приятного нам аппетита. У меня нету кубочка. Ну вот же лежит. Мы, короче, люто поели. Вообще наелись. Даже с собой забираем. Но у меня резко работа. И вот прям просто стою на парковке. Мои гуляют. Меня ждут. А мне нужно уделить, короче, наверное, минут 30 просто. Жесть. Застала в работе. Застала в дороге работа. Сейчас еще решаем быстро вопросы со связью. Чтобы остаться на связи. Покупаемся с новый тариф от Е. Симки Air Allo. Вот сколько в Турции сейчас прожили новые, да, 3 месяца. Только Air Allo и пользовались. Местную симку мы так и не купили. Ссылочка там будет также в описании. Можете себе тоже приобретать. Очень удобно. Не нужно пока заморачиваться с местными сим-картами. Тем более, если приезжаете там в недолгую, так жить, так сказать, недолго, да, то это самый вариант. Потому что будет стоить гораздо дешевле. По ссылочке моей получите бонус там в районе 3-5 долларов. Так что обязательно пользуйтесь. Мы двигаемся по вечернему Трапзону. Он прекрасен. Так же, как и тогда осенью, когда мы здесь ехали. Я говорю, блин, какой клевый город, а. Большой, морской, с горами. Вот с такими отвесными скалами. Просто птичку. Прям в город. Огромными какими-то мостами. Новыми постройками. Прикольно. И самое классное, что здесь нету 45 градусов. Здесь всего лишь сейчас 27-8 вечера. Шикарно. Вот мы едем уже минут, наверное, 30 по городу. Здесь такие парки, рестораны в виде боинга. Ну, то есть стоит боинг внутри ресторан. Такие клевые набережные. Я хочу сказать, что, знаете, Анталия точно отдыхает. Вот по какой-то интересной архитектуре. И вот Трабзон прям, прям удивил. Реально удивил. В тот раз мы ехали осенью, как-то было что-то непонятно. А вот сейчас прям едем, и я восхищаюсь им. Здорово. Надо будет как-нибудь здесь пожить обязательно какое-то время. Смотрите, как красиво. Смотрите, какие набережные. Все светится. Вау. Проезжаем аэропорт города Резе. У нас на указателе появился Батуми. И желтым цветом он горит. Чуть-чуть осталось, но мы, походу, не доедем. Походу, будем вставать на ночевку. Потому что я уже залипаю. Время 10 час. И плюс еще нужно остановиться, все-таки мне доделать. А мне нужен очень хороший интернет. А пока едешь, интернет прыгает, вообще триндец. Ух, приехали мы. Город называется Финдики. Мы стояли на этой же парковке. В том году здесь очень прикольно. В этот раз, правда, много машин. Но мне кажется, сейчас все разъедутся однозначно. По домам просто еще не так поздно. Тогда стояли вон там. Сейчас будем стоять вот здесь. Парк Кататюрка. Там еще скейт-парк большой. Но завтра утром все покажем. А сейчас спокойной ночи. Доброе утро. Смотрите, с кем прекрасно мы видом стояли. Там горы. Там морюшко. Здесь кафачка. Как я и говорил, все разъехались. Никого не осталось. Единственное, что я вчера перепарковал машину. Вечерком мы посидели, попили чай. Вечером погуляли до скейти, покатали дети. В общем, выспались знатно. Вот сегодня мы точно доедем до границы. Нам осталось тут вообще раз-два общаться. Сейчас быстренько позавтракаем, умоемся и поедем. Такой расклад, такие дела. Позавтракали с прекрасным видом на Черное море. Здесь оказался пляж. Посмотрите, какой широкий. Приезжали люди, единственные здесь. Покупались. Ух, мне кажется, выходные. Здесь вообще все битком, битком, битком. Ну, а теперь все. Теперь прямым ходом отправляемся на границу. До границы нам 40 километров. 40 минут ехать. Совсем чуть-чуть осталось. Езжаешь к границе и поставим фуры, 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 фуры. Да. Они, конечно, границы проходят очень долго. Архай. Вот видите, у нас Батуми. Знак. Выскакиваем из туннеля и попадаем на границу. Гюмрюк, Сарп. Все, пожелайте нам удачи. Так говорится. Короче, нам не разрешили проходить границу вместе. И это, конечно, полная задница. Потому что неизвестно, что там Настенка. Что там Настенке скажут. Короче, вообще ничего не понятно. И это, конечно, грусть. А здесь на границе работает только один. Один пропускной пункт. Прикинь. Тебе штамп поставили? Штамп? Короче, вот вроде им штамп... А, не ставили? Короче. Мои вон идут. Самое, что интересное, что печать в паспорте по поводу даты вывоза машины стоит у Настенке. Все документы по поводу ВНЖ, они у меня в сумке. Короче, я так думал, что мы все вместе будем проходить. А в итоге хренушки. Хотя сюда заезжали, все проходили в машинах. Ооо, короче, вроде мои прошли. Но я не знаю, где у них может быть у них паспортный контроль там дальше. Короче, жесть. Если вкратце, сказали машину паркуй и иди куда-то во второе окошко. Спросили за икомет, я им дал бумажку. Она говорит, он говорит, Анастасия. Я говорю, ее отправили так. Короче, походу начинается интересная, ребята. Бля, ладно. Пожелайте удачи. Слушайте, вы даже не представляете, насколько все стрессово происходит. Своих вообще не вижу. Связи нет. Подошел, где штраф, сказали no штраф. Проверили по базе. Бля, не знаю, короче. Ладно, сейчас попозже подключусь. Вообще не могу прям. Блин, ребята, это нереально стрессовая история. Все, мы вот вместе, вот в машине сидим. Но надо сейчас еще будет проехать. Уже нервы в ругаются. Не понимаешь языка, меня здесь загоняли. Всех, короче, отвели там в полицейский участок. Короче, куча, куча всего. Смысл в том, что у них там нет переводчика. Вы знаете, как типа вот в ГЕЧ ты пришел, тебе дали переводчика. Он за тебя там все перевел. И как бы вырегут. Блин, машина вообще в каком-то отшельнике у нас стоит. Так, сейчас, момент. И, короче, смысл в том, что они говорят там один... Мне прям с пены, я говорю, штраф, штраф. Он говорит, типа машина, машина, штраф, Анастасия, штраф. Я думаю, вот это, короче, приплыли по ходу дела мы. На таможены эти всякие штуковины влетели. Я ему там говорю, печать у жены в паспорте. Говорю нам вывезти машину. Говорю, у нас ожидание ВНЖ туда-сюда. Сколько мы минут, наверное, 30-40, да? 30-40 жести. И они в итоге меня под полицейским конвоем привели туда на второй этаж, где проводят... Где проводят, короче, этих... Пешеходов. Вот, мы привели туда в полицейский участок ребятам. Короче, мы поняли, что нам просто жахнули депорт на 180 дней. То есть машину все равно нельзя везти раньше, чем 180 дней. И нам бахнули депорт, потому что... Потому что мы не дождались. Короче, вот такая вот история. Фу, ладно, сейчас надо пройти еще грузинскую, чтобы все было хорошо. Я чуть, может быть, это соберусь, как говорится, словами. Мы только начали выезжать под последний шлагбам. Как бежит чувак, говорит, нет, нет, снова паркуйся, короче, туда-сюда. Я говорю, да как, говорю, снова паркуйся-то. В итоге меня сводили опять на контроль, проверили опять машину, что все норм. И говорит, все, теперь выезжай, финиш. Плачет Мирошка, интернета уже нет, хочет мультики. Короче, вся самая любимая сладость в путешествиях с детьми. Мы прошли последний контроль, проверили вот еще раз паспорта. Ну и, собственно, вот граница с Грузией. Мы в Грузии! Нас сразу встречают здесь сим-карты, обменники, куча людей. Смотрите, как прекрасно. Грузинских людей, грузинские машины. Грузинские хинкальки, хачебурки, красота. Так, надо сейчас купить страховку, самое главное. Папа, если ты это монтируешь и видишь меня, то извини. Мы, как самые порядочные, сразу купили страховку. 45 лари стоит 500 лир, либо полторы тысячи рублей, либо сколько там в долларах, господи, не знаю. Ну что, ребята, поздравляйте, мы в Грузии. Ура! Будет новый, сочный, мощный контент, грузинский. Барам-гапар-джоба, как говорится, да? Короче, надо еще симку купить, но это уже на самом деле в следующем видеоролике. Короче, на самом деле, завершая данный видеоролик, я хочу сказать, передать, точнее, привет нашим хейтерам и тем людям, которые ждут, когда мы где-то оступимся, и прям будет какая-то жесть, чтобы вот такие люди пропитались этой энергией, чьей-то неудачей. Я долго думал, вообще, для чего вы нужны в этом мире, а потом я понял, для чего. Для того, чтобы смотреть на таких, как вы, и понимать, каким быть ни в коем случае не нужно. В общем, ребятки, у нас все хорошо. Спасибо, кто переживал, мы тоже очень переживали. Буду завершать этот сложный эмоциональный выпуск. Поддержите его лайком, поддержите его комментарием, репостиком. Как рекомендации хочу сказать, что очень здорово, если у вас в телефонной книге есть переводчик, ну, физический, да, как у нас, например, Полина, которая экстренно Настенки переводила по поводу депорта. Что мы имеем? Что машина не может ехать на территорию Турции в течение 180 дней. Ну, и мы решили машину подержать. Штраф оплачивать не стали, а его нужно было оплатить, так как мы не дождались ВНЖ. Видите, как двулика получается по-придурочному. Ну, и, собственно, это... Вау, какой водопад. Решили подержать машину и тоже приняли на себя депорт на 180 дней. В общем, в следующий раз в Турции будем через 180 дней, ребята. А еще хочу сказать тем, кто нам тоже там недавно в выпусках писал, ой, через Вали езжайте в Сарпи жопа. Проблема в том, что вот такие комментарии, такие люди, они живут в прошлом. И не нужно ни в коем случае сравнивать времена, когда это была зима, когда все повалили с массовыми отказами, да, и всех начали кошмарить. И грузин можно понять. А тут уже все, лето, туристический сезон. У нас, по сути, нарушений никаких нету. То, что нам влепили депорт, не потому что мы нарушаем, а потому что мы просто не дождались ВНЖ, потому что у них стало долго. Все. Но у нас закончен срок на машину, поэтому мы приняли решение, что нужно как бы ехать. У нас это дальше больше необходимость выехать. Короче, такие дела. И по поводу Сарпи, вот все нормально функционирует. Нас пропустили, все вырегут, ребята. Такие дела. Все. Выпуск закругляем. До нового выпуска уже из Грузии. Пока, ребята. Продолжение следует...